У нас ещё один микрофон? Ну да, мой, твой и третий. 11.07 минут, дорогие друзья. Доброе утро. Доброе утро. На самом деле, третий и четвёртый микрофон включён. На наш звёздный сегодня диван счастлив вдвойне, потому что две замечательные гости у нас уже здесь. И мы их приветствуем. Итак, композитор Гайане Никисуян и продюсер и поэт Карине Унанян. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И мы вас приветствуем. Мы очень рады. Мы тоже вас приветствуем. Ну, как вы поняли, мы сегодня окунёмся в искусство, поэзию, музыку, да? Да, 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 да. И вот когда окунёмся, а потом вынырнем, будем гораздо чище, красивее. Конечно, конечно. В этом нет никаких сомнений. Ну, во-первых, хочу обратиться и к Гайане, и Карине на вопрос, как вам вчерашний поступок немецкого парламента? Ура, ура, да. Ура, да. Какие чувства? Чувства того, что правда восторжествовала. И чувство, что раз такое сильное государство, состоявшееся, как Германия, приняло геноцид, то, может быть... То это о коем-чем говорит, конечно. Говорит о многом. Вот. У вас вот не было вот такого желания как-нибудь отреагировать? Я вскочила и стала танцевать. Так. Интересно. Слушайте, а вы можете вот вспомнить, например, 10 великих немецких композиторов, вот так вот быстро, и 10 немецких великих поэтов? У нас же тут композитор и поэт в гостях, поэтому давайте попробуем. Так, 10 великих немецких композиторов. Ну, легко же это все. С композиторами легче, чем с поэтами, по-моему. Ну, давайте 5, ладно. А, у нас сейчас такая игра, да? Игра в города. Хочешь, чтобы я начал? Давайте с Битховена начнем. Давайте, Битховен, отлично. Есть такой композитор, да. Спасибо Битховену. Так, кто еще? Ну, ладно, я думаю, сейчас все, конечно, знают этих композиторов. Кстати, я вот тут нашел замечательного композитора. Пахельбель. Ты знаешь такого композитора? Да что-то не припомню. Иоганн Пахельбель был такой великий немецкий композитор. Есть такой цветок, Пахистахис. Пахистахис. Вот никогда в жизни не думал. Это такое нижнесаксонское название. Прекрасный. Правда, он желтого цвета. Ну, и что? Как пирамида. Ну, эмблема печали, желтый цвет. Ну, это в армянской культуре, скажем так. Во многих других культур. На востоке, наоборот, например, это цвет радости, счастья, любви. Ну, да, уж если он оранжевый, так это вообще. Если это подсолнух, то да, это солнце. Подсолнух в Болгарии, кстати, там очень популярно. Ну, в Болгарии, да и не только. Гайанэ Коренэ, вы такая замечательная пара. Тандем. Тандем, да. Вы достаточно давно друг с другом сотрудничаете? Вот мы с академиком тоже достаточно давно, но пока ни одной песни не написали. Мы подружки с детства. Дружили наши родители. Потому что я почему-то так и знал. Дружили прекрасно. Откуда? Загадывался. Не знаю. И это продолжилось, и потом переросло вот в творческий тандем. Особенно в последние годы. То есть, подождите, сколько лет вы друг друга знаете? Вот примерно. Знаете, наверное, уже женщины не спрашивают, сколько им лет. Ну, несколько десятков получилось. А можно я скажу? Еще с прошлого тысячелетия. Я думала, до того, как мы родились, мы уже знали друг друга. Было предначертано. Да. И ярче Карина вошла в мою жизнь, когда мне было лет пять-шесть. Потому что до этого я в Тбилиси росла. Так. У бабушки с дедушкой. Угу. Ну, а папа с мамой уже до моего рождения уже дружились с родителями. Карина, кстати, мама Карины, спустя пару лет, когда мне было семь лет, стала моя первая учительница музыки. Слушай, все? Ах, как все закорочено, а? Да, все взаимосвязано, все переплетается настолько, что... Хорошо. А Карина и Гайне помнят свои первые произведения? Ну, Карина, соответственно, первое стихотворение, может быть. А вот Гайне первую пьесу или там... Вы знаете, каждый ребенок в детстве рисует и пишет, и... У меня, например, дневник еще со школы сохранился. Перечитывать его иногда? Иногда перечитывать. Смешно? Ухожу в детство. Смешно и как-то приятно, и какое-то... Вообще детство, оно прекрасно. Оно солнечное, потому что это детство... Беззаботно. Безмятежно, да. Да, безмятежно. И уже после 55-ти вдруг пришли мысли в виде стихов. Ну, это даже не совсем стихи, это просто мысли и размышления. То есть вот до этого как-то вот совсем никак не было времени? А я думал, вот с 5-6 лет у вас вместе. Все было сложено в ящики, где что-то загнивает, что-то созревает. И вот созрело к 60-ти годам. И сразу, вы знаете, стало рисовать. Так? Да, и вот стихи писать... Гаечка написала 9 романсов на мои стихи, которые уже некоторые из них прозвучили. Простите за фамильярность. Гаечка тоже так достаточно поздно начала писать музыку? Нет. Гаечка пораньше. Ну, как мы поняли, в музыкальной школе уже. В музыкальной школе и я, в общем-то, но чем все закончилось, тоже все прекрасно. Вы знаете, осознание того, когда вообще-то началась в твое, так сказать, творческое явление, да, миру, как бы, самой себе в первую очередь. Я могу сказать, это было лет 15, наверное, но до того... То есть, сколько себя помню, я была у инструмента, совсем девчонка, и старший брат, к нему приходили подружки, я помню, они собирались, там, молодые ребята, все. И я им вечно что-то наигрывала, причем непонятно что. Но потом вот это непонятно что переросло в 15-летнем возрасте, когда я поступила в училище музыкальное, встретилась случайно мне наша родственница. Игорь Гая говорит, ты знаешь, я в детском саду работаю и очень нуждаюсь, ну, в песне. Так. Ну, я написала эту песню. Слушайте, может, это известная песня, которая во всех детских садах поет до сих пор? Ну, сейчас я расскажу. Интересно. То есть, есть вещи, которые ты понимаешь спустя годы, да, осознаешь. И она писала, как ненароком, спокойненько, со словами. Причем, надо сказать, что и стихи, они тоже сами как-то всегда, они сопутствуют музыке. То есть, это рождается одновременно. Она автор всех своих... Единовременности. Не всех, вот есть 9 песен, которые, да. Нет, 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 ну, почти все. Да, да. Я сотрудничала с разными. С коренной унания, например, да. Так. Вот. Ну, написала, написала. Так что за песня-то про детские песни? Да, песня, да, для детей. Муск. Можно, Егор, просто хочу сказать следующее. Спустя годы я о ней забыла. И вот буквально лет 5 тому назад должен был состояться авторский концерт в Доме камерной музыки. И там детский хор, концерт организовала моя музыкальная школа, о которой я вам сказала, первая учительница Амалия Амалия. Это школа имени Тары Иландиана. Авторский концерт и хор. И я думаю, господи, а что же делать? Вот как-то детское-детское. И советуюсь со своим приятелем, другом многолетним, профессор консерватории Юра Галстян. Я говорю, Юра, я говорю, ты знаешь, я вспоминаю, у меня есть песня одна, вот написанная тогда-то. Может, ее можно как-то, вот как ты думаешь? Он услышал, он говорит, какая же ты, Гань, ну, какая же ты неумная. Это произведение, оно вечно. Вот. То есть это из категории этих произведений, это останется. Ну-ка, а вы можете напеть. Да, я могу напеть, и сегодня я поняла, что там и смысл слов тоже не такой простой. Философия, ну, откуда она ко мне пришла в том возрасте, я не знаю. Слова следующие, ну, она на армянском. Ну, ничего, мы понимаем. Да, да. Ну, вот так вот, действительно. Такая философия, а почему вы не подпевали? В 15 лет. В 15 лет. В 15 лет мы с детьми. В 15 лет мы с детьми. Просветление такое. Да, было такое просветление. Совсем в других вещах думали. Да. И писали. Знаете, весь мой, весь наш род поющий, кроме меня. Да. Это рода Азнауряна. Мама моя племя, моя сестра двоюродная Азнавура. Так. И вот я... Маэстро. Да, да, да. Только вы не поете. Да, я... И Шарлю запрещали петь. Да, Азнавур тоже, да, да, да. Ему запрещали, но он выдал талант Азнаурянов на весь мир. Ну, вот так вот. Прокололся. Да. Прокололся, дорогие друзья. Иногда вот запрещать это полезно, знаешь. Так. Хорошо. Ну, 15 лет понятно. Вот эта вот песня, которую вы забыли, потом вам сказали, вы ее пересмотрели, и стало понятно, что действительно там есть какой-то потаенный смысл, может быть. А может быть, это такой был посыл кому-то, послание. Неизвестно пока. Ну, а вот в промежутке между той песней и теми, скажем так, романсами, которые написала Корене. Что вы делали? Для кого писали? Где ваши песни звучали? Ну, я вам скажу... Мы же обычно такие нехорошие люди, мы же композиторов не знаем и песенников. Мы видим исполнителей, да. А вот композиторы, к сожалению, оказываются в тени. К сожалению, сейчас, да, они как-то не... Даже в титрах нет. Ну, вообще... Вот это вот ай-яй-яй уже. В титрах надо... Закон говорит о том, что они должны быть в титрах. В клипах их нет даже. Нехорошо. Плохо. Нехорошо. Надо добиваться. Композиторы-поэты. Давайте соберемся, сделаем митинг. Профсоюз мы организуем. Ну, для начала, да. Да? Почему бы нет? Итак... Да, с удовольствием. Конечно. Егор, вы знаете, и Дима, пройден довольно большой путь, и приходит время, когда ты начинаешь его переосмысливать. И вот весь этот период, он был очень насыщенный в том смысле, что я, понимаете, по окончании консерватории сразу двух факультетов, как музыковед, вы сейчас засмеетесь, скажете, не смогла назвать композиторов. Нет, мы вас в тупик поставили, это наше любимое занятие, мы же не переживаем. Спасибо. Не вы первые, не последние. По окончании сразу двух факультетов, значит, музыковедение, история музыки Армен Будовян и композиция Эдгара Уганасиан, народный артист. Я не пошла преподавать, потому что была в вечных поисках. Я помню день, когда Эдгар Сергеевич по окончании консерватории, он был тогда ректором, сказал, Гай, зайди ко мне. Ну, я пришла, да, Эдгар Сергеевич, ты знаешь, говорит, я поговорила с Арамом, это прямо сегодня ступай, а это уже было где-то 24 августа, ступай к нему, а Арам, это был Цатурян Арам, если помните, Эмма Цатурян была, вот, он был директором музыкального училища, не Арнома Бабаджаниана, а на проспекте, вот первая музыкальная училища. Роман Асмелькиана. Да, Роман Асмелькиана. Пойди там, значит, я же договорилась, пойдешь преподавать, там уже часы и все назначены. Ну, я прибежала к нему, к Араму зашла, познакомились, все, он сказал, Гайочка, приходите, вот, 1 сентября вы приняты. И вы знаете, что я вышла и обратно в консерваторию. Эдгар Сергеевич, как обычно, он уникальный просто человек, но это отдельный разговор. Он привстал, при встрече студент, уборщица, неважно, он вставал. Старая гвардия. Да, Гай, ну как, что? Эдгар Сергеевич, да, все нормально, но, а что но? Что-то тебе не нравится? Эдгар Сергеевич, я не буду преподавать. Гай, как? И вот так. Я, конечно, не жалею. То есть, вот эта деятельность моя, да, вот чисто журналистская деятельность, общение с разными интересными людьми, подготовка программ, участие на фестивалях международных. Кстати, в 87-м году в том же время прозвучала моя песня, она была заключительной, был фестиваль стран Евросоюза, Армении. И мы, как редакция, в общем, Армения послала туда группу студентов, ну вот так вот присутствовали. Я написала песню на английском языке, быстренько мы ее записали, исполнила ее Эльвина Макарян. И потом, как мне сказали, я тоже не поехала, но мне потом ребята, наш главный редактор, сказал, что Гай, был большой успех, и твоя песня звучала на заключении всего фестиваля. Слушайте, здорово. Я считаю, что это была большая победа. И в том же 87-м году, опять-таки, в нашей редакции участвовала новые имена, был такой конкурс в Москве организован. И Марина Григориан, 14-летняя девочка, которую мы буквально раз добыли в поисках талантов молодых, она исполнила тоже мою песню, в числе песен Сатяна Арама и этого... Сейчас вспомню, скажу. Ну, у всех писателей, в общем-то... Да, композит. Да, она прозвучала и тоже привезла первое место. Тоже была на английском, на армянском языке. Вот. Но попутно писала, в основном, в русле камерного творчества. Камерная музыка — это моя стихия. И кламитаз. Говорят, с детьми сложнее всего работать. С детьми? Вот вы имеете... Тут была эстрада, а там было мое творчество просто чисто для себя. Я так считала, потому что я тогда много не принимала участия в разных мероприятиях. На самом деле, с детьми... А с детьми, да. Ну, как-то, не знаю. Сложнее писать для детей. Ну, во-первых, ты сам должен быть в душе ребенком, да? Нет, нет, я вам скажу, нет. Песня была далеко не детская. Песня была очень взрослая. Секрет песен для детей. И называлась «Она ты в моей жизни» и была посвящена бабушке моей, потому что она меня вырастила. И когда ее не стало, эта песня развилась. Уходим на рекламу, после вернемся и продолжим нашу потрясающую беседу. С потрясающими людьми. Карене Унанян, продюсер и поэт, пока молчит, видимо, пишет стихи, сейчас выдаст. И ГНН, Кирсо Иоанн Композитор, у которой сегодня, кстати, день рождения, мы ее поздравляем. Вот, вот, поздравляем вас. Желаем вам всего-всего-всего. Большое спасибо. Чуть-чуть не сказал, и дарим вам рекламный блог на Радио Унан. Почему бы и не? После рекламы. После рекламы, да, обязательно мы вернемся. И, конечно же, ГНН обязательно кое-что скажет по поводу своего рождения. Доброе утро. Еще раз ждем рождения рекламы на Радио Унан. Ура. Радио Унан. Реклама на Радио Унан. Нас слушают спортивные. Футболы. Реклама на Радио Унан. Редактор years old. Еще раз ждем. Субтитры делал DimaTorzok Для рекламы звоните 54002 Как это в жизни счастья нет? А мы... Глубого утра! Шоу позитивных будильников 1125 минут Доброе утро Можете нам позавидовать, потому что мы с академиком Макарчаном сейчас находимся буквально на расстоянии Протянутые руки, да Протянутые руки академика Макарчана У меня ручки покороче Сидишь подальше С композитором ГНМ Кисояну, который сегодня день рождения Поздравляем еще раз вас! И также у нас в гостях Продюсер и поэт И близкая подруга Подруга детства ГНМ, что-то вы хотите? Я хотела сказать, вы знаете, что вот мое четкое убеждение по жизни, что случайностей в жизни вообще не бывает И такое совпадение, как вот сегодняшний мой день рождения Я у вас в гостях, кстати, впервые Впервые у вас в гостях за многие годы всегда была ваша поклонница Дима, у тебя есть поклонница, видишь? Вот Да, не одна, а с Кариной Это же тоже очень большой смысл в этом А еще самое главное Я хочу поделиться с вами своим счастьем Я человек очень открытый И считаю по жизни, что людям надо говорить Говорить, дарить радость, улыбку Если ты счастлив, ты должен говорить Я счастлив, я действительно счастлива Потому что мне Бог в этом году подарил Как это называется? Подарок, который, ну, никакими словами невозможно оценить Мой сын нашел свою любовь О! Мой сын нашел любовь Она пришла совершенно неожиданно в его жизнь И это потрясающе Потрясающе Да, я совсем не жду Обычно так и бывает Уже написан вальс, который скоро прозвучит О! Свадебный, конечно Обязательно И я хочу сказать, что Инга Тоноян Для меня это мой еще один ребенок Я счастлива Если она меня сейчас слушает Я просто благодарю Богу и судьбу Поздравляю вас Поздравляю вас, сына И благодарю своих детей Потому что у меня дочь Валентина Рубен старший сын Теперь у меня Инга У меня Стефани, чемпионка по уиндсерфу Которая привезла в Армению кубок С Блекси Капа Два года назад Мы говорили об этом, кстати И она выпускница в этом году Она окончила школу То есть столько событий И еще у меня маленький Микуся Который живет в Москве Здорово То есть вы понимаете Поистине человек счастливый Я благодарна судьбе Спасибо Отлично Совпадения не бывает Совпадение Это проявление необходимости Вот так Случайность или не случайность Карина, вот мы все время говорим Что вы продюсер и поэт Ну, с поэтом понятно А как с продюсером? Кого вы продюсируете? Вы знаете, с поэтом, наверное, не совсем понятно Потому что я педагог Так Я почти 40 лет работала Продюсером Педагогом В школе Что преподавали, простите? Русский язык литературы Отлично Наш любимый предмет Да Ну, русский язык в кавычках А вот литература точно совершенно Да, с русским вот Кароматикой Он сейчас в Армении исчезает Кто? Русский язык Ну, мы же сейчас по-русски говорим Куда же он исчезает? Не, ну, говорят, говорят Эти островки счастья Островки счастья Слушайте, приятно быть Островком На островке Островком на островке Я хочу сказать, что я каждый раз открываю для себя новую Гайю Это человек очень талантливый, очень скромный Много она не скажет, даже мне И вот когда мы сейчас, 8 числа у нас будет творческий вечер Гайи в центре Нарек отцы Приглашаем 8 числа в 7 часов приходите И вы получите Колоссальное удовольствие Да, да Зарядитесь энергией Такой А чего ждать от места подруги? Услышайте прекрасную музыку Ну, на самом деле, да И стихи, Гайечки Спасибо Можно я скажу тебе? Только Вы же пришли, чтобы Говори, говори Главное, чтобы вы по душам не подрались Карина стала писать И одновременно стала рисовать Это был 2009 год Стала писать стихи Простите, а что-нибудь случилось? Вы, я не знаю, там Или вот тоже какое-то просветление Наверное, что-то случилось То есть никаких механических воздействий Вы никуда не падали Механических? Нет, нет, нет Духовных, наверное Духовных Ну, что-то А, потрясение произошло Да Потому что мы недавно читали новость Про одного китайского Значит, то ли чернорабочего То ли что Который проходил под зданием И ему нагло упала Значит, большая цветочная Там Ну, это физически И после этого у него Озарение И после этого он начал говорить На нескольких языках Писать стихи Рисовать Музыку, да Музыку, да Еще что-то Ну, вот такое нечто Эфирное, да Нечто Энергетическое Свалилось и на мою голову Так В любом случае Должен быть какой-то толчок Конечно Что-то произошло Чтобы чакры открыли Вот они и открыли Открыли, замечательно Да Так вот Когда звучали произведения Гаечки в Москве На слова Комитаса Она написала музыку И Карин Хачатурян Он восторженно Дирижер и композитор Да Девочка С какой ты планеты прилетела С планеты счастья Надо было сразу сказать С великой планеты Которая называется Армения Особенная любовь к Армении Подождите, я не понял Вот когда это начало все звучать Вы начали рисовать Вы как-то Я запутался Нет Ну, может быть параллельно Это как-то Вы удивительные люди Карина все время говорит про ГНН А ГНН все время про Карину Потому что близкие подруги Вы знаете, мы вместе и пазл Все, я понял, да А кстати, вот когда вы сотрудничаете Да, творите вместе Вы часто начинаете Ругаетесь Нет, вот тут вот Можно я скажу Модуляцию Позволишь? Значит, все было так Искренне, абсолютно На духу вам расскажу Карина Значит, вот, Гая, смотри Видишь? Я написала стихи Цветы Будет называться альбом Потому что там, где цветы Всегда любовь Будет называться цвет Ой, значит Вот так будет называться Я так полистала все Ну, Карина пишет У нее белый стих Да, называется Ну да Рассказ Без рифмы Рассказ Да И я думаю Господи, а как же писать Это будет алеаторика Это будет, значит Как-то модерново Надо мыслить Как-то, да Ну, тоже не проблема То есть можно создать Не все понимают Слова, которые сейчас Гаэнэ произносят Но это такие музыкальные термины Ну, алеаторические Всякие такие дела Техники Не усугублять А потом И я взяла, значит С собой Дай я дома посмотрю Ознакомлюсь И отложила Наверное, на год с лишним Я думаю Больше Больше даже Отложила И каждый раз, знаете Когда копаюсь в архиве Опять Карина и унанян Цветы Я чувствую, что мне плохо Потому что я Это особая статья Это надо сесть И серьезно к этому подойти Опять проходит И так несколько раз И в один день я Она пришла ко мне Села за инструмент И стала играть Так я пришла И это было нечто Я сейчас тебе скажу Я открыла И я увидела там Уже не только рифму Сразу образ, рифма Все это пришло Раз, два, три Переставили там Пару слов Думаю, господи, спасибо И прибежала Карин, смотри Смотри Значит, есть маг Потрясающее совершенно Стихотворение Это образ Кармен Образ Кармен А можно почитать Вот эти стихотворения? Можно Вы знаете Дело в том Что я не запоминаю Я принесла Первый образец Отлично Это будет Будет тираж Но это просто Это вот Хорошо, что вы не хвастались Я надеюсь, что ваши Ученики Сорокалетние Вас не слышат Потому что вы же требовали Наизусть Пушкина Наизусть Да, да, да Ну то Пушкин Ага А то Унанян Давай Мак Давайте Мак Мак Отрясающе Получилось В музыке Это сочетание Образа Кармен Багряное Но какую Сладость жизни С бурей Ураганом Местью И покоем вечным Вот так вот Карене Унанян Мак Мак Такое забавное Растение Ну как забавное Приносющее Большие Крупные доходы Жители Нехорошим Слушайте А кто поет Это все Кто исполнитель В итоге Получилось так Что Среди Вот этих Девяти произведений Значит Несколько из них Классический романс Они все посвящены Цветам Городской романс Да Вот речь идет О стихах Но есть Не только стихи Есть еще Ну просто Потрясающее Я говорю Стихотворение Которое Было написано Как я поняла И Карина призналась Просто от первой Буквы До последней Называется Блаженство Мик Вы знаете В Армении Давайте Почитаем В Армении Мы не нашли Исполнителя Нет А кстати Вот когда вы пишете Вы уже Под спудом Знаете Под кого вы пишете Конечно Это стиль Да Конечно И где нашли исполнителя Или пока не нашли В России будем Представлять А кого Кого Кто это Я думаю Лепс Потрясающее Лепс Потому что Здесь такая Музыка Что такое Геопазон Без Господин Лепс Веридзе Вы нас слышите Я надеюсь Сейчас мы подумаем Кому еще подойдет Мак я написала Когда слушала Образцову Ее исполнение Потрясающее Кстати Вы одних И тех же людей Представляете Как исполнителя Или Нет Я говорю О стиле Но в данном случае Лепс Ясно Сейчас мы посмотрим Кому еще подойдет Кроме Лепса Лепс же не споет Романс Ну а почему нет Заплатим Своем Он тоже уже взрослеет В общем-то Мудрее Деньги не пахнут Да Я прочитаю его любовь Это блаженство Нет Это блаженство Сейчас мы переживем Блаженство Любви Дорогие друзья Девятый вал Страстей своих Мгновенно на тебя Я не обрушу Не раздавлю тебя Я чувствами Внутренних стихий Своих Неистовых Сдержу я их И время растяну Ведь этот миг Прекрасен И создан он Для нас двоих Я постепенно Осторожно Чувственно И нежно Собой Заполню Существо Твое И сделаю Мгновение Это вечным Я время Растяну Вдыхать Я буду Всю прелесть Жизни И тонкий Аромат Блаженства Ощущать И лаской Трепетной Любовью Нежной Неповторимой Стану Миг Благословлять Кольцо Я рук Своих Не разомкну И обернусь Вокруг Тебя И спрячу Я навек В тебе Себя И станет Миг Тот Вечным Не отпущу Тебя О нет Наполню Трепетом Любви Тот Миг И отзовется Эхом Счастья Крик Любви Той Страстной Безумный Миг Миг Бесконечный Вечный Ну что ж Отлично Я думаю Да Подлепся Можно Тимати Вряд ли Конечно Это Отсилит Тимати Навряд ли Я тоже Считаю Что Тимати Больше Лепс Больше Чем Тимати А вы знаете Диапазон Он неограниченный В этой песне Там до двух Октав Доходит Больше До двух Любовь Она же Лепс Или Клаус Майн У него Говорят Даже Две С половиной Октавы У кого Лепса У Майн Так вообще Три Слушайте Ну А девочки Нашей армянки У Ван Исиан У него пять Октав Как у Им И сумок Пожалуйста Вот тебе Наш ответ Чемберлену Пять Октав Отлично Итак Еще раз Напоминаем Что Восьмого Числа В Девятнадцать Ноль 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 В центре Нарекации Состоится Творческий Вечер Композитора Гайане Кесуян Прозвучат Песни Будет показан Видеоматериал Архив Видеоматериал Показан Так что Еще интересно Будет 17 лет Совместной Жизни Творческой С Эльбиной Макарян Это о многом Говорит Да Конечно Ну что Мы всех Приглашаем Желаем вам Творческих Успехов Не пропустите Вам спасибо Приходите В следующий раз Уже Вот Можно С лепсом Да Рисуйте Рисуйте Пишите Да Конечно Что У вас есть Минута Время Конечно У нас 6 минут Я просто Хочу сказать Что С 2000 Года Стала писать Не стихи На музыку А просто Стихи Так Ну вот Уже Большой И чем дальше Тем больше Я понимаю Что это Потрясающий Процесс Как он происходит Совершенно Непонятно Совершенно Это Необъяснимо Между прочим Не понимал Как это Производится Значит Моя дипломная Работа по Музыковедению По истории музыки Была тема Процесс Композиторского Творчества В классах Ереванской Государственной Консерватории То есть Я обошла 5 классов Асов Композиторов Происходит Процесс Преподавания Композиции И что такое Композиторское Творчество Получилось Разгадать Я написала На мой взгляд Ничего я не поняла Хоть статьи Из моей работы Там выходили Здесь выходили Печатались Но я понимаю Что объяснить Творческий процесс Словами Я могу только Одно сказать У меня Так Это вот Лампочка зажглась И я услышала Все Осветило Все вокруг Понятно Так И что И шедевр Ну может прочитайте Тоже Сейчас я хочу Знаете Что вот недавно Совершенно Я просто хочу Я думаю Что это очень созвучно И вам Отдельно Каждому из вас И радио вам Тоже И вообще Всем людям Не знаю Вот такие вы слова Я буду петь И буду голос Доносить я до небес В знак благодарности И неустанно Буду повторять Хайрмер Дукас Ягелес Калинес В словах Идущих вереницей Друг за другом Заложен Код существования Планет Из глубины души Пронзает слово Мощью Ведет к тому Чтоб каждый Дал обет На верном быть пути Не растеряться Когда вдруг Встанет Когда предвыбором Вдруг встанет Он Пусть в одиночестве Отнюдь не с целым миром Благодарит Любовью я рожден Да будет свет И красота Созвездий В душе того Чей путь Не победим Пусть сужен круг В душе Величии вселенной И посему звучит Благодарим Браво Браво Благодарим Дорогие друзья Вот видите Ничем талант Даже мною Академикам Икарчанам Не испортишь Никак Потому что Мне даже Пожалуйста Мы оттеняем Вы знаете Какие мы Сегодня скромные Своей бесфоростной Глупостью Такое редко бывает Для нас Большая честь Быть вас Здесь Находиться У вас В гостях Для нас Большая честь Что вы к нам Пришли Спасибо вам большое Огромное спасибо И всех вам благ И пусть каждый День вашей жизни И ваших любимых Пусть он будет Ярким Светлым Солнечным И пусть приходят И пусть пребывает Вечная любовь В вашей жизни Отлично Спасибо Спасибо большое Вас еще раз Мы поздравляем С днем рождения Желаем всего Самого хорошего У нас в гостях Была настоящий Композитор Гайне Кесоян И настоящий поэт Карине Унанян Люди Которые состоялись В этой жизни И продолжают И украшают Нашу жизнь Да Да Нашу всеобщую Спасибо большое Спасибо вам большое Спасибо До свидания До встречи Восьмого числа В центре Нары Коцы Дорогие друзья На творческом вечере Уходим на песню Все остальное после Мы с вами еще не прощаемся Конечно Вы от нас еще Такое услышите Доброе утро Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро Субтитры сделал DimaTorzok